КРАСНОДАР ТВ Могу не вспомнить о событиях, которые происходили несколькими днями ранее. А конкретно о матче Лиги Европы, в котором подопечные Олега Кононова на домашней арене принимали немецкий клуб «Вольфсбург». К сожалению, в этом поединке краснодарцы потерпели поражение со счетом 2-4, но шансы на выход из группы еще не потеряны. Впереди еще три матча, в которых «быки» могут набирать очки. А предыдущие поединки в рамках группового этапа против Лиля и Эвертона доказали, что нашей команде вполне по силам противостоять именитым соперникам. Так что ждем следующих матчей на европейской арене. Ну а пока краснодарцы думают о предстоящей встрече в рамках национального чемпионата – встрече с грозненским териком. Давайте узнаем об истории взаимоотношений между соперниками, а также о последних новостях из стана нашего соперника. Итак, слово Денису Данильченко. Предыдущий сезон у Терека получился не слишком удачным. Команда завершила чемпионат на 12-й позиции, которая нисколько не соответствовала ни подбору игроков, ни амбициям главного куратора клуба, горячо любящего футбол президента Чечни Рамзана Кадырова. Российская общественность ожидала больших кадровых перемен стани грозненцев. Но вышло все совсем наоборот. Летняя трансферная кампания для Терека прошла совершенно в холостую. Ряды команды не пополнил ни один футболист. Сложно сказать, было ли это вызвано дефицитом трансферного бюджета, или же главный тренер команды Рашид Рахимов был уверен, что из материала, имевшегося у него в распоряжении, можно выжать гораздо больше. А скорее всего, к этой мысли подтолкнул наставника Рамзан Кадыров. Так или иначе, но Терек вступил в новый сезон старым составом и начал штамповать очки с завидной постоянностью. Именно штамповать очки, поскольку яркой игры команда не показывала. Во главу угла грозненцы поставили надежную и самоотверженную игру в обороне. Здорово действовал на последнем рубеже голкипер Гадзюр. Всего шесть пропущенных мячей в десяти турах, лучшее тому подтверждение. Ну а в атаке дружина из столицы Чечни, по сути, целиком и полностью положилась на действия своего плеймейкера, Олега Иванова. Тот действительно проводит свой пока лучший, наверное, сезон в карьере. Забивает сам, ассистирует партнером и при этом умело дирижирует всем игровым ансамблем. Краснодар и Терек подходят к очной встрече с практически идентичными турнирными показателями. У обеих команд в чемпионате по пять побед, три ничьих и два поражения. Горожане опережают грозненцев лишь за счет лучшей разницы, всего-то на один мяч. И очевидно, что в предстоящей игре черно-зеленым придется решать две главных проблемы. Как нейтрализовать разыгравшегося Иванова и как взломать грозненский оборонительный редут, который в большинстве игр выглядел прямо-таки неприступным. Если вспомнить историю противостояния соперников, то она насчитывает восемь встреч, не знает мирных исходов и ее можно разделить на два этапа. В первых пяти встречах Грозный брал вверх четыре раза. Трижды Терек оказывался сильнее в дебютном для быков сезоне в Премьер-лиге 2011-2012 годов. Особенно обидным было поражение, которое Краснодар потерпел на своем поле весной 2012 года. Тогда наша команда создала 13 вернейших моментов для взятия ворот, но реализовала из них лишь один в самой концовке. И как следствие уступила 1-3. Лишь в четвертой игре того полуторагодичного чемпионата гол Николая Маркова, забитый на Ахмат-арене, принес горожанам первый успех в сражениях с Тереком. Но в начале следующего сезона Грозницы снова выиграли дома с таким же счетом 1-0. Ну а затем наступила эра побед Краснодара. Началась она 19 ноября 2012 года, когда быки на своем поле, укутанном густым туманом, разгромили оппонентов 3-0. Дважды сильнее черно-зеленая дружина оказывалась и по ходу прошлого сезона. В гостях выигрыш 1-0 обеспечила красивая комбинация с разящим ударом Павла Мамаева, а дома победа оказалась не менее трудной, но куда более результативной. 3-2. Дубль в той игре оформил Франсишку Вандерсон. Таким образом, во взаимоотношениях Краснодара и Терека на сегодня сохраняется баланс. По четыре победы лежит на обеих чашах весов. И уже завтра, 27 октября 2014 года, это равновесие может быть нарушено. Спасибо большое Денису Даненченко за подготовленный материал, ну а мы двигаемся дальше. Между матчем Лиги Европы и поединком чемпионата России у подопечных Олега Кононова было всего три дня на подготовку. Но благодаря слаженной работе всех служб клуба, в особенности медицинской, команда в полной мере восстановила силы и в стопроцентной готовности подходит к предстоящей игре. Тренировочный процесс по традиции горожане проводили на своей базе. Единственное, что внесло коррективы, это испортившаяся погода. Температура воздуха в нашем южном регионе резко опустилась с 23 градусов тепла до 3 градусов со знаком плюс. Но свою работу команда привыкла вести в любых условиях, так что все происходит в штатном режиме. Побывав на одной из тренировок, мы пообщались с нашими футболистами и узнали их мнение по поводу предстоящей встречи с Тереком. Очень напряженный график у Краснодара выдается. Как настроение, откуда берете силы для того, чтобы и физически восстанавливаться, и, конечно же, и психологически? Настроение, наверное, не самое хорошее после последних игр. Сыграли неудачно. Сейчас, конечно, нужно постараться как можно быстрее забыть эти матчи, которые прошли. Нужно готовиться на следующий, впереди Терек. И нужно, конечно, брать очки, потому что находимся рядом с этой командой в турнире таблицы. Тем более играем дома. И отпускать не надо. Что можете сказать по поводу соперника? Была ли возможность как-то хотя бы выборочно смотреть какие-то матчи с участием Терека? Терек достаточно хорошо сейчас играет. Смотрели несколько матчей. Интересная команда. И достаточно в этом году хорошо у них все идет. Нам не нужно равняться на Терек. Нам нужно показывать свою игру. Я думаю, что перед матчем разберем теоретическое занятие. Посмотрим, как они играют. И, думаю, нам подскажут, как нужно действовать против них. Как вы думаете, что можно назвать самой сильной составляющей игры Терека? И кто, может быть, из игроков этой команды может доставить головную боль, можно так сказать, нашей команде? У них, в принципе, равная команда в целом. Наверное, выделю Иванова, Олега, который в этом году очень хорошо играет. Ну, не хотелось бы кого-то, наверное, сильно выделять. Но в то же время нужно постараться уделить внимание всем. Потому что, я повторюсь, то, что команда очень интересная. И нужно просто показывать свой футбол, то, что можем мы играть. Юрий, ну и заключительный вопрос. Погода очень сильно испортилась. Буквально в четверг было 23, сейчас уже 3 просто. Что, может быть, сказать болельщикам? Хотите, чтобы они в этот день, в день игры с Тереком, не остались дома, а пришли на стадион, чтобы провести это время вместе с вами? Ну, конечно, приятно, когда болельщики поддерживают нас. Нам гораздо лучше играть при таком количестве людей. Переходите на футбол, поддерживайте нас. Мы постараемся показать качественный футбол и заработать очки. Спасибо большое нашему полузащитнику за то, что поделился своим мнением об игре 11-го тура и о сопернике. На каждый матч с участием нашей команды прибывает большое количество представителей средств массовой информации, региональных и федеральных. И, воспользовавшись случаем, я пообщалась с представителем комментаторского цеха телеканала «Наш футбол» Павлом Занозидом, который поделился своими ожиданиями от матча «Краснодар-Терек». Вы комментировали матч, который проходил между Краснодаром и Вольфсбургом. Чем запомнилась эта игра, несмотря на то, что для нашей команды был совсем неутешительный результат. Для меня она запомнилась тем, что это был мой первый матч в Еврокубках с участием российской команды. Конечно, надеялся я, что будет лучший результат. Наверное, не такой уж я фартовый комментатор. Но мне кажется, что Краснодару не стоит отчаиваться после этого поражения, потому что, в принципе, да, опять сказалась старая беда – нереализация моментов. То, что пропустили четыре, это уже следствие того, что не забили свои. Вынуждены были раскрываться, и поэтому пропускали контратаки. Наверное, с этим борется Олег Кононов, наверное, он знает, как с этим бороться, просто пока не получается выход найти. Плюс, конечно же, отсутствие Жаузинио, Измайлова и Быстрова – это очень серьезно. Когда три основных футболиста не играют, это значит, что у тебя очень маленькие возможности для ротации. Мне не понравилось, честно говоря, как сыграл Рикардо Лаборде. Может быть, я здесь чуть субъективен, но мне казалось, что каждое практически его действие чуть-чуть выпадало из того футбола, в который Краснодар пытается играть. И то, что он до конца, например, выполнял стандарты и так и не сделал в итоге ни одной хорошей подачи – это тоже странно. В остальном, и Вандерсон вышел хорошо, и Ари играл в первом тайме здорово. И, конечно, вот этот его финт, который, опять же, едва не привел в голову, вот этих едва слишком много было. Жаль, что так получилось, но мне кажется, что матч в Германии может получиться совершенно иным по сценарию, потому что мы видим, как Вольсбург даже в гостях играет открыто, значит, дома они играют еще более открыто, значит, за это надо наказывать, надо стараться наказывать. Павел, ну что же, теперь Краснодару предстоит дома принимать Грозненский Терек, тоже непростой клуб, непростой соперник. Чего, может быть, ждете от этой игры, от обоих клубов? Терек, конечно, не такого высокого уровня команды, как Вольсбург, но на уровне чемпионата России тоже очень сильна. Я жду, что Краснодар будет очень хотеть забить, победить, реабилитироваться, потому что все-таки для команды непривычно и проигрывать вообще в этом сезоне, и тем более столько пропускать первый раз, когда больше двух мячей было пропущено. Я думаю, что Краснодар, конечно, должен Терек побеждать, тем более, что это прямой конкурент в борьбе за места под самыми лидерами, тройка, четверка, пятерка. Наверное, Терек будет здесь бит. Спасибо большое моему коллеге Павлу Занозину, ну а мы поговорим о новом поколении. Молодежные составы Краснодара и Терека встретятся уже сегодня. Стартовый свисток, сигнализирующий о начале встречи, прозвучит в 16.00. К предстоящему поединку соперники подходят, занимая следующие места в турнирной таблице молодежного первенства. Хозяева занимают 12 место, набрав с начала сезона 9 очков. Наши соперники резерв Терека является аутсайдером турнира и находятся на последней 16-й строчке таблицы, имея у себя в активе только 1 очко. Удастся ли грозницам исправить свое положение, или же краснодарцы улучшат свою статистику и наберут еще 3 очка? Буквально через несколько часов все мы получим ответ на этот вопрос. Ну что, на этом сегодняшний выпуск нашей программы подходит к концу. Я же напоминаю, что у нас продолжается конкурс. Конкурс для тех, кто активно поддерживает свою команду. Снимите на телефон или планшет, как вы болеете за черно-зеленых, и получите возможность выиграть ценный подарок от любимого футбольного клуба. Больше эмоций, больше шансов победить в конкурсе. Присылайте свои ролики или ссылки на почту, адрес которой вы можете увидеть сейчас на экране. Автор самого веселого и интересного видео получит планшет. Финал конкурса 5 декабря. Ждем с нетерпением ваши шедевры. Мне остается напомнить вам о том, что уже завтра на стадионе Кубань в рамках 11-го тура чемпионата России Коснодар будет принимать футбольный клуб «Терек». Начало встречи в 18 часов 45 минут. Забудьте про плохую погоду. На трибунах вас напоят горячим чаем, а наша команда сделает все для того, чтобы вы не скучали. Поддержите быков в предстоящем поединке, ведь нашей команде всегда нужна ваша поддержка. До встречи на стадионе. Вперед, быки! Субтитры подогнал «Симон»!